17 заседаний, а значит дней, потребовалось, чтобы провести судебное следствие по делу Бешимбаева. Все транслировалось в режиме онлайн. Правда, участники процесса, присяжные в частности, видели больше, поскольку некоторые кадры по просьбе родных салтанат не придавали огласки. Вопросы задавали обвиняемым и свидетелям, но в некоторых случаях это были вопросы обществу в целом. Казахстан следит за процессом, а остальной мир смотрит, как он на нас влияет. И влияет ли? Мария Горбунова с обзором событий в зале заседаний на этой неделе. Мобильный телефон Куандыка Бешимбаева больше пяти месяцев был как неприступная крепость. Изучить содержимое гаджета следствие умешал шестозначный пароль, который он никак не хотел называть. Отказывался сообщать его из суду. Однако в итоге опасения за сохранность личных данных, которые не имеют отношения к делу, отошли на второй план. К тому же на протяжении всего процесса Бешимбаев утверждал, что в смартфоне есть очевидные доказательства его невиновности. Чтобы у адвокатов подсудимого не возникло каких-либо предубеждений, прокуроры предложили, чтобы исследование телефона вела сама судья Айжан Кульбаева. Начала она с галереи фото и видео. Найденные файлы, судя по реакции подсудимого, стали для него большой неожиданностью. Я хочу сказать, что это все какой-то монтаж. Нужно посмотреть в WhatsApp. Может быть, как-то мой телефон вскрыли и это все загрутили туда. Позже Бешимбаев все же признал очевидное. Да, снимал он. По этическим соображениям эти кадры не стали демонстрировать на всеобщее обозрение. Но и услышанных звуков было достаточно, чтобы дорисовать примерную картину событий. Судья не советовала смотреть записи родным погибшей. Тем не менее, брат-салтанат Айдбека Мангильды сказал, что ему крайне важно увидеть, что все же в ту ночь произошло. По очереди видео изучили прокуроры, адвокаты сторон и присяжные заседатели. Некоторым после этого потребовалась помощь неотложки. По обрывкам фраз из многочисленных видео, снятых подсудимым до и после зафиксированного камерами ресторана избиения в холле, становится понятно, что Бешимбаев настойчиво задавал салтанату Кеновой один и тот же вопрос, в котором связывал ее прошлое до отношений с ним, с человеком, уже звучавшим ранее в его показаниях. Хочу сказать, что прозвучавший из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом. Это безумная ложь. И мне очень жаль, что родным и близким салтанатом, столкнувшимся с таким горем, приходится защищать и отстаивать честь своей дочери. Продолжив осмотр телефона, судья насчитала множество звонков в роковой день от Бешимбаева к ясновидящей. Той самой, у которой он спрашивал, почему салтанат долго не просыпается. Давать показания публично женщина отказалась, подключилась онлайн. Секс-министром по ее рассказам познакомилась пару лет назад через его мать. Регулярно консультировала по вопросам бизнеса. Однако звонки и сообщения от него 9 ноября носили совсем другой характер. Он сказал, здравствуйте, вот у нас здесь вчера, говорит, мы сильно выпили и подрались сильно вместе. Я говорю, а я что сделаю? А он говорит, пожалуйста, посмотрите. И у него голос был какой-то, вот заговаривает, тщательно подбирал слова. Не такое, как обычно. Я сказала, вызовите скорую, сходите к врачу. Много же частных врачей. Мы исследовали сообщение между вами и Бешимбаевым. Там также было вот в 15.01. Он у вас спрашивает, с ней все окей? Вы отвечаете, что она спит. Она будет спать до утра. Это, получается, после звонка было или до звонка? Это после звонка? Это он просто писал по WhatsApp. Я думала, он пьяный. И даже я серьезно не воспринимала, что он так пишет. Скажите, что говорит, с ней все хорошо. Напишите, что ей хорошо. Он же вот такой, невыносимый. Нет, она придет в себя. Какая скорая он не был. Звонки и сообщения растянулись на весь день, с утра и до вечера. Как пояснила свидетель, в итоге, после очередного разговора с Бешимбаевым, она позвонила его матери и сообщила, что, кажется, произошло нечто страшное. Второй подсудимый Бахаджан Байжанов отметил, что в телефонных разговорах гадалка о скорой помощи говорила не так часто, как в показаниях. Она говорит неправду. Она не говорила врача, скорую, потому что я рядом с Бешимбаевым стоял, я все слышал. Она все время сказала, у нее мозг устал, она пусть выспится, чуть позже проснется. Новую пищу для размышлений сторонам дала одна из переписок в мессенджере. Кто это Юлия Супер, подсудимая Бешимбаев? Это личная переписка, ваше честь, можно я ее не смотреть? Прокуроры настояли, что содержимое чата надо озвучить, поскольку общение было в тот самый день. Более того, незадолго до приезда скорой помощи. Бешимбаев пишет, 19.07, как дела? Отвечает Юлия Супер. Приветствую, все в порядке, как твои? В 19.10. В 19.24 Бешимбаев пишет, что делал? Вопрос. Свободно. Вопрос. В 19.36 Юлия Супер пишет, ресницы делала. В 19.36 на вопрос Бешимбаева свободно отвечает, во сколько? Контакт Юлия Супер, она вам тоже какие-то услуги оказывала? Мы с ней просто знакомы. Ну а в части свободно, что вы от нее хотели? В этот промежуток времени вы не уточняли. Так, представьте, патент Пешего, вопрос снимается. Переписка с таинственной Юлией Супер с перерывами длилась без малого 20 минут. В промежутках также были звонки и сообщения экстрасенсу. А в 19.55, когда оба подсудимых не нашли у Салтанат Пульс, последовал вызов бригады медиков. Правда, сделал звонок не Бешимбаев, а Байжанов. По просьбе адвокатов с обеих сторон на допрос вызвали блогера Гульнару Насырбекову, чат с которой тоже остался в смартфоне Бешимбаева. Женщина приезжала к нему в заведение на деловой разговор. Встреча была запланирована накануне. С подсудимым, как она пояснила, просто одноклубники посещают один фитнес-зал и иногда встречались на поле для гольфа. Беседа, во время которой, по словам свидетеля, Бешимбаев выпивал шампанское и периодически отлучался, длилась почти полтора часа. Потом туда же приехала ее подруга. А уже после встречи Насырбекова отправила подсудимому весьма неоднозначное сообщение. Вы отправляли там видео или это картинка была? Нет, это картинка была. И вы говорите, что, кстати, ты пахнешь розами. Что это значит? Это... У меня везет как утопленнику вообще в тот день. Это честно. Я просто не знаю. Ко мне пришло сообщение, что у меня пропущенный звонок от Бешимбаева. Он у меня записан был. Хуандык. У меня Кудаги, Алёна, она у меня записана Кудаги. Мы, когда выехали с Баоса и Гири, мы сразу заехали за бентотортиком и за цветами. Я вот так сфотографировала и написала сообщение и отправила. Я сегодня, когда увидела, я вообще была просто в шоке. Иначе говоря, ошиблась адресатом. Официально никаких обвинений или подозрений в зале суда в адрес свидетеля озвучено не было. Тем не менее, был задан уточняющий вопрос, касающийся версии вне заседаний. Чтобы развеять некоторые сомнения, скажите, вообще просил вас Бешимбаев переодеваться в одежду чужую и выходить из ресторана под видеозапись? Нет. Показания по видеосвязи тоже инкогнито. В суде дала и домработница Бешимбаева из Алматы. Женщина поведала. В мегаполис пара приезжала редко. А однажды на ее глазах вспыхнул конфликт на повышенных тонах. Яблоком раздора стала заколка, которая осталась в квартире. То, что она принадлежит матери Бешимбаева, Нукенова не поверила. А после сам подсудимый собрал ее вещи и попросил помощницу отправить их жене. Исследование телефона Бешимбаева подтвердило, что он неоднократно обращался к психологам, как пояснил сам подсудимый, чтобы наладить отношения в семье. Переписка с российским специалистом показала, что сначала Бешимбаев проходил сессию самостоятельно, потом вместе с Салтанат. Затем снова один. Стоит подметить, что до этой недели последний момент времени, на котором Салтанат была живой на видео, это 7.20 утра. Камера наблюдения ресторана. И вот, как в начале месяца Бешимбаев описывал события далее. Когда я зашел с ней в ВИП-1, я ее подтолкнул в сторону дивана. Сказал, давай, собирай вещи, которые есть. Она прошла к дивану, села, посидела минуты две, потом легла, подтянула ноги, на меня смотрела, смотрела, глаза закрыла. И вот, ну, наверное, секунд 30-40, и она захрапела. Теперь, благодаря кадрам, снятым самим Бешимбаевым, отчасти можно увидеть, что же происходило в ВИП-кабинке до 8.24. И, судя по звукам, Салтанат была явно не до сна. Потерпевшая сторона настаивает, что в процессе на теле погибшей появляются новые попуи. Однако, сторона защиты и сам подсудимый с этим не соглашаются. При этом, отчетливо слышно, что продолжается повторение одного и того же вопроса. Бешимбаев в итоге сказал, зачем это делал Салтанат. Я хотел ее тоже унизить и оскорбить. А здесь я просто хочу так же отомстить. И вот 6,5 часов она психологически меня мучила, мучила. Что хотела, то и делала. И довела меня уже до такого состояния. После изучения всех вещественных доказательств, допроса всех свидетелей со стороны защиты, было еще несколько ходатайств. Однако, судья отклонила их, поскольку ничего нового эти дополнения не открыли бы. По совокупности прошедших 17 заседаний и вскрывшихся обстоятельств, Айжан Кульбаева снова спросила подсудимых о признании вины. Я признаю, что нанес побои, которые повлекли смерть Нукеновой. Но я не признаю, что я сделал это умышленно, что я хотел ее смерти, что я совершил это вот таким особо жестоким образом. Вы признаете себя виновным в том, что вы причинили телесные повреждения, которые по неосторожности повлекли ее смерть? Да. Обвинение в истязании Салтанат на протяжении совместной жизни Бешимбаев отрицает полностью. Второй фигурант Бахаджан Байжанов по-прежнему не согласен с обвинениями и в укрывательстве, и в недонесении о преступлении. Судебное следствие, которое в режиме онлайн было доступно любому желающему, завершилось. И уже завтра стартует новый этап прения. Стороны начнут выступать и обосновывать свои точки зрения по делу, а значит и приговор не за горами. Если присяжные сочтут предъявленные обвинения доказанными, то самое малое, что может получить Куандык Бешимбаев в 15 лет заключения, а максимум – пожизненный срок. Мария Горбунова, Жан-Дусая Гожин и Жарканая Габасова. Программа «Аналитика». Редактор субтитров А.Семкин